Больше миллиарда рублей в минус и Хакас Энергосбыт теперь тоже крупный должник. Впервые за историю предприятия оно не смогло расплатиться с поставщиком. Вытягивать такой долг компания больше не в состоянии. Если точно, по данным на апрель, Энергосбыту недоплатили за свет 1 миллиард 198 миллионов рублей. Вклад в эту сумму внесли компании практически всех сфер и рядовые потребители. Мы первый раз за все время существования Хакас Энергосбыта не смогли вовремя оплатить оптовому рынку денежные средства за поставленную электроэнергию. То есть это первое наше нарушение в оплате оптового рынка. Самая большая часть долгов на счету предприятий ЖКХ – 700 миллионов рублей. Из этой суммы 230 миллионов – компания из Черногорска. У города самый дорогой, но самый короткий список. Всего три крупных ресурсника – Хакресводоканал, Хактек и Теплоресурс. Все три объяснить ситуацию с долгом отказались. Как и неизвестно, почему не рассчитываются с долгами управляющей компанией. В Абакане в черном списке три с общим долгом на 300 тысяч рублей. Все три уже не существуют, и эта схема стала классической. 35 заявлений в прокуратуру о намеренном банкротстве отправил Хакас Энергосбыт в минувшем году. Практика нам показывает, что некоторые директора уже в апреле начинают регистрировать в налоговой, в уставы и создают новые предприятия. В этом году в Хакасе, скорее всего, как и в прошлом, снова отключат котельные летом. В минувшем сезоне без света из-за долгов остались 80. К слову, энергетики не могут действовать более жестко. Например, не вправе оставить город без горячей воды. Елена Крылова, Антон Новожилов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасе.